Дыня Дыня – это бахчевая культура семейства тыквенные, чье научное название – кукумис мело. Это однолетнее травянистое растение, делющееся или плетущееся вертикально при наличии опоры, с грубыми опушенными стеблями, наделенными усиками, произрастающими из пазух листьев. Корневая система мощная, разветвленная, быстро развивающаяся, но не образующая придаточных корней. Стебли ляновидные, ветвящиеся, покрытые жесткими волосками. На узлах образуются листья, усики и цветки. Из пазух листьев на основном стебле образуются боковые побеги второго порядка, из которых впоследствии выходят побеги третьего порядка, на которых появляются женские цветы, носители плода. Листья черешковые, очередные, покрытые волосками, лопастные, тремя семью дольками. Край листа зубчатый, желкование пальчатосечатое. Цветки одиночные, желтые, пониклые и пазушные. Дыня имеет три типа цветка – мужской, женский и гермафродитный. Их появление зависит от сорта культуры, температурных и световых условий и от типа удобрений. Мужские цветки образуются в форме простых соцветий на основном побеге через 10-15 дней после пересадки и продолжают появляться во время всего вегетативного цикла растения. Женские цветки образуются через 10 дней после появления мужских. Они одиночные, большего размера, с хорошо развитым семязочатком и появляются на боковых побегах 2-го и 3-го порядка. Плоды тыквина, представляющие собой сочный паракарпный многосемянный плод, образующийся из нижней завязи и с наличием внутренней полости, в которой расположены плаценты с семенами. Мякоть зрелого плода мягкая, сочная, зеленого, белого или оранжевого цвета. Семена белого или сливочно-желтого цвета, овальные, сплюснутые, удлиненные. Дыня очень требовательна к теплу и свету. Средняя температура, необходимая для выращивания, 18-26 градусов. Эта культура неприхотлива к влажности воздуха. Оптимальный уровень влажности от начала цветения до созревания плодов 60-70%, хотя до начала цветения может быть чуть выше. Дыня достаточно требовательна к уровню влажности почвы, так как это благоприятствует развитию листьев и завязи плодов. Нужно иметь в виду, что излишняя влажность затрудняет прорастание и у ростков может быть корневое удушье, а также плоды могут быть безвкусные и несладкие. Дыня хорошо приспосабливается к разным типам почвы, но рекомендуемые почвы для ее выращивания супесчано-глинистые, плодородные, с хорошим дренажем и с уровнем PH 5,8-7,2.